Музыка Лего кирпич сможет покласть буквально любой человек, у которого нету опыта, нету никаких знаний Вы можете сам построить своими руками, то есть в короткие сроки Один раз положил кирпич в паз и забыл об этом Пытался, что лего кирпич можно использовать Ну, после зарядить аккумулятор, значит я сниму Привет, друзья! Именно так должен был выглядеть сегодняшний ролик То есть отснятый с красивого места Но, к сожалению, получилось то, что получилось А получилось именно то, что начали мы снимать Я рассчитал время, которое у меня было на камере То есть мне должно было хватить Но у нас ударил мороз, камера перемерзла И, соответственно, время заряда сократилось И ролик не был доснят Но лепить уже не хотелось, то есть добавлять Сделал такую вам вставочку И потом я опять подумал А может быть это какой-то знак Я подумал, что, наверное, меня сглазили производители лего кирпича А все вы уже поняли, что сегодняшняя тема у нас будет именно лего кирпич Мое мнение, да, я выскажу свое мнение по поводу лего кирпича Многих это интересовало, именно мое мнение Хотя информации в интернете сейчас просто уйма по лего кирпичу Так вот, я подумал, это, наверное, знак какой-то Меня сглазили все производители Ну не все, да, которые знали, что я буду делать ролик о лего кирпиче Они, наверное, подумали, сейчас этот мастер кладки вытянет жало свое И начнет форшматить нашу продукцию по полной программе Ладно, ребятки, немножко была минутка юмора Теперь, если серьезно, поговорим сегодня о лего кирпиче Ну, доска у меня сегодня чистая Поэтому не будет сегодня никаких ни плюсов, ни минусов Почему? Все предельно четко и ясно Я вот для себя здесь выписал некоторые заготовочки, чтобы потом не забыть Не будет никаких сегодня плюсов и минусов Ну, то есть я буду затрагивать какие-то плюсы Ну, наверное, больше буду затрагивать те плюсы, которые непосредственно предлагают сами производители этого кирпича И как-то мы их разберем уже в устной форме сегодня То есть ничего не будем ни писать, ни расписывать Так вот, лего кирпич, что это такое? Ну, первое, что я могу сказать о лего кирпиче Это на сегодняшний день хорошая, популярная бизнес-идея Да-да, не удивляйтесь, именно бизнес-идея И маркетинговый ход, такой самый отличный маркетинговый ход у них У производителей лего кирпича Это то, что кладку из этого кирпича может сделать любой неквалифицированный человек Я имею ввиду в каменной кладке, да Не имевший никакого опыта до этого с кладкой непосредственно, с кирпичной, да С каменной кладкой Не прибегая, если нужно что-то построить, допустим, себе, да Не прибегая к сторонней помощи, к наемной силе и так далее, да Соответственно, экономя на работе Ну и, как я уже сказал, без определенной квалификации в кирпичной кладке Откуда пришла эта технология? И вот нашел я, что эта технология пришла к нам из Южной Америки Но тут опять же, у них там климат свой, не забываем, у нас климат свой И если действительно эти же производители, которые сейчас занимаются непосредственно производством лего кирпича Делают по той технологии, то я сомневаюсь, что он будет у нас, допустим, стоять хорошо, да Потому как, не забываем, у них климат в Южной Америке один, у нас климат совсем другой Но сейчас об этом дальше поговорим Когда спрашивают, сколько этот лего кирпич сейчас может простоять Гарантии никто не даст Никто не даст абсолютно, кроме, естественно, самих производителей Потому как, ну, естественно, то есть это выгодно А вообще эта тема сейчас очень быстро набирает свою популярность Какие преимущества нам предлагают производители лего кирпича По отношению к обычному кирпичу, да, к которому мы привыкли К которому мы привыкли работать всю жизнь, да То есть еще от дедов, прадедов наших идет кирпич И здесь появилось такое ноу-хау Лего, конструктор, как его еще назвать Кладка, я даже не могу назвать его, как кладка, допустим, лего кирпича Мне как-то более ближе монтаж, да, что ли, этого лего кирпича То есть монтируется, он буквально как вот лего конструктор, да У кого есть дети, да, то есть там играете с лего конструктор Вот так же самое и тут, как бы играясь, да То есть и маркетинговый ход Вы буквально без определенной квалификации в каменной кладке Буквально играясь, возводите стены Но так ли все просто, как заявляют нам непосредственно сами производители Давайте это и разберем Я вот для себя, естественно, я поизучал некоторые ресурсы Некоторых производителей Посмотрел какие-то видео, естественно Именно монтаж этого кирпича Я опять же вернусь к тому, что не кладка, а монтажная Потому как он монтируется Какие же преимущества по отношению к обычному кирпичу Сейчас можно услышать от производителей Я выписал самые такие вот, самые такие популярные Первые, типа лего кирпич, можно положить в паз И все, и он стоит уже на своем месте То есть первый ряд выставил, естественно С помощью контрольно-измерительных инструментов То есть уровня, допустим, да И все, и дальше ты погнал, погнал стену То есть буквально как конструктор Складываешь его все без какой-либо задоринки, да И дальше тебе уже не о чем волноваться У тебя будет стена ровная, как лезвие И мотивирует тем, что намного легче, чем работа с обычным кирпичом Где нужно применять, ну не постоянно, да Но в каких-то моментах нужно применять контрольно-измерительные инструменты Отвес, уровень и так далее Гидроуровни, лазерные какие-то, да, уровни и так далее То есть в любом случае нужно использовать контрольно-измерительные инструменты При вкладке или монтаже лего-кирпича Это как бы не нужно, да Но опять же мы вернемся Хоть это будет лего, хоть это будут какие-то еще другие супер-лега Какие-то блоки, кирпич В любом случае без контрольно-измерительных инструментов нам не обойтись Дальше Без раствора Не тратится время на замес раствора Не тратятся деньги на цемент, песок, какие-то пластификаторы и так дальше Даже, даже Забежим наперед При всем том, что лего-кирпич монтируется Как бы, или производится кладка на клей Даже можно обойтись Некоторые производители пишут, что можно обойтись и без клея Просто сделать на сухую И с последующей уже фуговкой, то есть затиркой швов Понятно Что, конечно же, навеивает на большие сомнения Уже непосредственно, то есть монолитности этой стены Да, прочности, ну и так далее И опять же, тут вот третий вопрос Что касается монолитности и прочности Можно подвязать вот под этот, под второй пункт Благодаря этим отверстиям Можно пробетонировать стену То есть два отверстия в лего-кирпиче у нас идет Кто не знает, ну я так думаю, что наверное уже все знают Да, вот вот У нас идет кирпич, да И идет у нас вот такие вот два отверстия Благодаря вот этим двум отверстиям Ну, то есть получается Получается, если у нас кладка вот идет вот так Вот допустим, да Ну давайте вот так вот Я так вырисовывать сильно не буду Потому что задатки художника у меня умерли еще далеко Поэтому, ну вот так вот, да Вот получается идет вот такие вот сквозные отверстия у нас Вот такие вот идут, да Ну правильно, да, я их получается рисую Ну вот так вот получается вот такие вот сквозные отверстия идут То есть вот эти отверстия можно бетонировать Можно пробетонировать Также через эти отверстия легко решается прокладка коммуникации То есть сантехнической трубы Или же прокладка электропроводки Ну, не знаю Опять же, если у нас вернемся назад немножко Что как бы лего-кладка должна облегчить, да И увеличить производительность работ А тут с другой стороны можно укладывать Но получается то на то и получается Таким образом мы увеличиваем производительность То есть закладка всех этих шнурков, да Электрических Прокладка трубы Ну я не знаю, правда какой Я вам точно не скажу Какой здесь вот диаметр, да Но мне кажется что-то в районе 5 сантиметров И то, какую туда трубу Пятидесятку? Ну, не знаю По этой теме у меня очень большие сомнения По поводу того, что пробетонировать Да, вопросов нет Можно бетонировать Но опять же Это те же затраты Которые вот было у нас во втором пункте От которых мы избавились Что не надо раствор, да То есть бетонировать Вы поняли, да То есть делаем С одной стороны Идет предложение такое Заманчивое, что не нужен раствор С другой стороны Тот же бетон А то и больше получится намного Вот такой момент Дальше, что у нас еще Нашел я на каком-то тоже ресурсе На ресурсе производителя Лего кирпич Не нужно штукатурить Извините меня Значит мы его используем тогда Как черновой материал Да, как черновой кирпич Просто Но цена его Если я не ошибаюсь Ребята, производители Кто меня сейчас смотрит Пишите в комментариях Вот, очень интересно будет Кстати, пообщаться Мне очень много уже писали И на почту, да И с некоторыми я уже общался И предлагают сотрудничество Пишите какие-то свои мысли По этому поводу То есть цена Лего кирпича По-моему, если я не ошибаюсь Ну, разные цены Естественно, разные цены У каждого Ну, чуть-чуть Но приблизительно Средняя цена Там, если серый идет По-моему, от 10 рублей Да И если идет крашенный От 15 до 20 рублей Но, извините меня Даже если серый Пускать в черновую кладку Ну, по нашим По нашим ценам Допустим Это получается В два раза дороже Обычного забутовочного кирпича В два раза дороже Даже сделать, если А, я дальше не добавил Что буквально Можно не штукатурить А просто Тонким слоем Шпаклевочкой Все это дело сделать Ну, в любом случае Этого не получится Даже если делать Идеальную кирпичную кладку Да, ровную То в любом случае Она штукатурится Так же самое С лего кирпичом Вот Это то, что Я говорю от себя То, что 100% Давайте затронем Немножко по поводу Геометрии Итак Я так думаю Что тот Лего кирпич Который изготавливается На правильных прессах Да Обладает Более-менее Хорошей геометрией Ну, а тот Кирпич Который прессуется На ручных прессах То Этот кирпич У меня вызывает Большие сомнения Ребята Давайте поговорим Немножко По поводу Того момента Хочу уделить Немножко Больше времени Как укладка Позиционирования Этого момента Как укладка Лего кирпича На сухую Понятно Что это за маркетинговый ход Это позиционирование Что мы избегаем раствора И избегаем даже клея Что можно сказать по этому поводу Какие могут быть последствия От кладки Или монтажа Лего кирпича На сухую Первое Любая кладка На сухую Плохо Распределяет Нагрузку Второе Если будет Плохая геометрия Соответственно Плохое соединение Вот на этих Замках То сразу же Стена Опять же Теряет прочность Всей конструкции Да Ну и соответственно Когда вот здесь Вот здесь вот Да Будут какие-то Зазоры То у вас получится Сплошной Вентилируемый Фасад А это что? А это все мы знаем Это будет Очень негативно Влиять На теплопроводность Да У вас будет Как бы Оболочка Но Эффекта От такого Кирпича У вас Не будет Ничего У вас Вот эти Все щели Будут Продуваться Да То есть Вот эти Щели Как вертикальные Так и Горизонтальные Если он будет Чуть-чуть Кривоват Допустим Вот такое Да Вот такое Допустим Вот так Вот Да Немножко То у вас Будет сплошной Вентилируемый Зазор Да Если вы Там сделали Утепление Минватой Базальтовой Ватой Без разницы Отличный У вас Будет Вентилируемый Зазор Ну Ребят Это Естественно Шутка Конечно же Да Все должно Быть Четко Если Вентилируемый Зазор То все Мы знаем У нас Оставляются Вот такие Вентилируемые Зазоры На Вертикальных Швах Там уже Определяйте Через два Кирпича Через три Кто как Делает Это Первый ряд Это Междуэтажность И так далее Это под крышей И тому подобное То есть Такие Моменты Но Ни в коем случае Нигде Не должно Быть Больше Щелей Так Давайте Дальше По весу Вес его Там по моему В районе Что-то Три Три с половиной Килограмма Еще такой момент Что я в основном Видел Как я не пытался То есть Собрать какую-то Информацию С точки зрения Потребителя Вот я потребитель Да Мне в основном Выпадала Информация По бизнесу Да То есть Продажа Оборудования Лего кирпича Если бы Я загонялся Ну да Скажем так Если бы я Загонялся Заняться Изготовлением Лего кирпича Как бизнесом То есть Информацией Море Когда я попытался Найти информацию Какую-то Для себя Как для потребителя Лего кирпича Я Посетил Несколько форумов Просмотрел Несколько веток В каждом форуме Где задавали Люди Вопросы Подскажите Пожалуйста Как ведет себя Этот кирпич Как он стоит У кого пережил Он хотя бы Одну зиму То я не нашел Ни одного Ответа Люди Или же Присоединяются К этому вопросу Или же Какие-то Ну такие Знаете Несуразные ответы То есть Ребята Я реально Я не нашел Ни один ответ О чем это нам говорит О том что Я не спорю Возможно Уже есть дома С лего кирпича С этого кирпича Но реально Есть делают Песчано-цементный С глиной Есть делают Песчано-цементный С добавлением Отходов Из весняка То есть Есть несколько Технологий Какая технология Подходит Под тот Или иной Регион Непонятно Так что Ребятки Если вдруг Кого-то посещает Мысля Ну кому-то Понравился Этот кирпич Ну кто-то Уверен Что все Получится Да Я ни в коем случае Не отговариваю Но я хочу вам дать Следующий Очень важный совет Требуйте Не просите А просто требуйте Сертификат Качества Этот кирпич У этого производителя Он должен пройти Обязательно Все Лабораторные Испытания Это На прочность Сжатия На водопоглощение На циклы Замерзания Размерзания И так дальше И тому подобное Да То есть Все Те плюсы И минусы Которые мы Разбираем Вернее Уже разобрали Там В кирпиче В керамике В силикатном В гиперпрессованном Клинкерном Обязательно Требуйте Вы должны знать Что вы покупаете Вы должны Платить деньги За качественный Материал Но тут У вас могут Возникнуть Проблемы Проблемы Именно То что вам Не каждый Производитель Лего кирпича Предоставит Сертификат Качества Почему Потому что Первое Берут оборудование Оборудование Не дешевое По той информации Которую Я смотрел Это от 7 До 15 Тысяч Долларов И выше Там по моему Я смотрел Даже какие то Установки Были по 20 Тысяч Долларов Это все дорого Понятно Плюс Сделать Сертификат Это Затраты по времени Колоссальные И по деньгам Тоже Очень так Бодренько Выплывают Поэтому Производитель Пытается Этот момент Оттянуть То есть Им нужно Отбивать Непосредственно Оборудование Цена оборудования Не дешевая Плюс еще Одно Третье Десятое Поэтому Рекомендации Вам Я ни в коем случае Не отговариваю Но послушайте Мой совет Требуйте Сертификат И так Ребятки Подходим Уже К концу Более Менее Я как-то Сжато Естественно Есть много Чего сказать Я много Прочитал Информации Много Посмотрел Видео Каких-то По поводу Кладки Монтажа Лего Кирпича Я еще могу Говорить Но я не знаю Часа два Как минимум Могу говорить Но давайте Резюмируем Так как Растягивать Сильно Не будем Резюмируем И я скажу Вам Кирпича Первое Сомнение Сомнение В том Что это Гаражное Производство Да Это у меня Первое Сомнение Идет То есть Забейте Буквально Поисковике Лего Кирпич Куча Производителей Куча Сайтов Куча Ресурсов Где можно Приобрести Этот кирпич Но просто Ввалом Да Нету Каких-то Еще Брендированных Таких Производителей На котором То есть Уже Большинство Остановились Ну допустим Как Допустим Возьмем Там Газоблок Да Допустим Есть какие-то Уже Брендированные Производители Уже Как-то Более Менее Картина Ясна Да Вот Здесь же В лего Кирпиче Нету Еще Пока Брендированного Производителя То есть Гаражное Производство Это Первое Мое Сомнение По поводу Этого Кирпича Второе То что В основном Отсутствует Сертификат Качества То есть Вы берете Вы не знаете Сколько у вас Простоит он Переживет он Зиму У вас Не переживет Начнет Его рвать Не начнет Начнет он Сыпаться Не начнет Это все В воздухе Зависше Одна гарантия Только на словах Производителя Может быть Допустим Если же Дают какую-то Гарантию Вам Если же Дают сертификат Качества Ну Здесь уже Как-то Более Менее Ну И третье Самое Такое Основное Моё Сомнение Это то Что нету Проверки Самой Основной Проверки На этот Кирпич Какой Проверки Годами Да Естественно Нету Потому как Тема Относительно Новая Нету Еще Проверки Годами Ну И как Я уже Говорил Выше То Найти Ответ На мой Вопрос Как потребителя Сколько Он Простоит Этот Кирпич Как он Стоит Да Как он Ведет Себя В тех Или Иных Погодных Условиях В тех Или Иных Климатических Условиях В данном Регионе Этого Практически Сейчас Нереально Найти Ребятки То есть Посмотрите Кто будет Интересоваться Посмотрите Эту информацию Еще Наверное Последний Такой Моментик Скажу вам Пока Не забыл Все Преподносится Все Легко И просто Становится Паз Гребень Или Как это Назвать Ну скажем так Паз Гребень Допустим Вы поставили Все Он уже Никуда Не уходит Первый ряд Выставил А дальше Пошел Как Конструктор Ребята Скажу Своё мнение По этому Поводу Я смотрел Ролики И не один Я посмотрел Ну скажем Много роликов Я посмотрел И не один Ни на одном Я не увидел Чтобы так Все гладко Шло Что это значит То ли они Не умеют Сами с ним Работать То ли Не все Так Гладко Не все Так гладко Именно по геометрии Что он гуляет Да Вот я смотрел На клей В основном На клей садят Вот Ну на клею Как-то еще Нивелировать Можно Да на клею Но ни в коем случае На сухую Это вообще Бред какой-то И кстати Не на одном Сате Это прочитал Что можно Его на сухую Возводить Стены Именно с лего Кирпича Поэтому Ну вот такие Моменты Если на клею Да там 5 миллиметров Допустим Клей наносишь Как-то еще Можно чуть-чуть Его нивелировать Вот Дальше Ну я вот смотрел Ну не так уж Там все так легко И хорошо получается Да Как-то так Они работают Ну все это так На тяжечку идет Поэтому Ну ребят На данный момент Что я могу Порекомендовать вам Я могу Порекомендовать Кто Интересуется Кирпичной Кладкой Ребятки Интересуйтесь Дальше Кирпичной Кладкой В помощь вам Ребятки Канал Мастер Кладки Канал Моего товарища И коллеги По ютуба Сереги Ерышева Канал Стена 31 Много Информации Вы найдете На наших Каналах Пожалуйста Все вам В помощь Изучайте Ну Наверное Вы больше времени Не потеряете Нежели С лего Кирпичом Даже если Изучать Эту информацию Но Опять же Я вас Ни в коем Случа Не отговариваю Хочу Обратиться К производителям Пожалуйста Я всегда Рад Подискусировать Ну Естественно По здоровому Рад Пообщаться Непосредственно С производителем Возможно Возможно При отточке Отладки Этой технологии У нее Есть будущее Да У этого Кирпича Есть будущее Я не спорю Ну На сегодняшний день Мое мнение Пока такое Все Ребятки Мастер Кладки Стена 31 Вам в помощь Я надеюсь Я ответил на ваши вопросы Следующий ролик Будет Или не говорить Ладно Скажу Следующий ролик Будет у нас По газоблоку Разберем Как обычно По старой нашей системе Все плюсы И минусы А на сегодня У меня все Подписывайтесь на канал Качайте Мирикурс А я как всегда Желаю вам Удачи И прощаюсь С вами Совсем ненадолго Кстати Не забывайте Делайте Свои репосты Жмите Там кнопочки Есть Поделиться В соцсетях И конечно же Если понравилось Это видео Ставьте лайки Ребятки Всем удачи И пока Субтитры сделал DimaTorzok